Привет, это Адмиралс, меня зовут Лембитов. Что будете делать, если цена раз за разом оказывается все выше и выше, формируя восходящий тренд? Здравый смысл подсказывает, нужно покупать. Почему? Здесь все просто. Даже самая неудачная покупка на восходящем тренде будет прибыльной. Получается, на тренде вверх все покупают, так? Если так, встает вопрос. Кто в подобной ситуации продает? Ведь даже самая удачная продажа в итоге будет убыточной. Думая над этим вопросом, вы себе скажете, что-то здесь не так, где-то в этих рассуждениях ошибка. Не может быть, чтобы кто-то раз за разом терял и в итоге не разорился. Действительно, в подобной ситуации крупные участники ничего не теряют. Они продают? Да, они продают. Но продают то, что купили раньше. Чаще всего это происходит в диапазоне. А после того, как товар куплен, цену немного подталкивают вверх и на растущем движении все распродают. Очень часто, когда продавец проводит финальную распродажу, всем кажется, что рост цены только усиливается, и она пойдет еще выше. Но как ей пойти еще выше, когда у главного продавца весь товар продан? Верно. Никак. Потому что для нового роста потребуется снова накапливать товар. Поэтому, когда видите, что цена после роста формирует консолидацию, не спешите искать вход против тренда. Определите диапазон, в котором умные деньги набрали позицию, и ищите возможность открыть сделку на продолжении тенденции. Что в данном случае подскажет сила на стороне покупателей? В первую очередь продолжение движения вверх. А что даст подсказку о силе продавцов? Если скажете, подсказкой будет пробой нижней границы и продолжение снижения? Верно. Для более надежного подтверждения нужно, чтобы цена пробила последний минимум. Тогда с большей уверенностью скажем, сила на стороне продавцов. Но это не единственная структура, говорящая о силе продавцов. Представьте себе такую картину. Цена растет и формирует максимум. Потом вновь идет вверх. Появляется новый максимум, но, обратите внимание, сразу после обновления идет вниз. Значит, скорее всего, она столкнулась с плотностью продавцов. В какой-то момент движение продолжится, и цена вновь обновит максимум, после чего уйдет ниже. Как и в прошлый раз, можем допустить, что плотность продавцов не пустила цену выше. После трех попыток пойти выше, цена не обновляет хай и формирует максимум ниже предыдущего. Если отметим сформированный диапазон, то увидим, что он примерно такой же ширины, как и консолидация, и вершины формируют закругление. Окончательная победа продавцов – пробой последнего минимума трех вершин. Чуть позже расскажу о признаках силы покупателей, но сейчас вернемся и посмотрим примеры метода трех вершин. Цена формирует первый максимум, после чего идет ниже. Отметим его линии. Движение вверх продолжается, но обновление максимума уже не такое сильное. Отметим и его линии. Еще раз обновляем максимум, после чего снижаемся. Если пробьем минимум, тогда можем предположить, на максимумах была открыта большая короткая позиция. Пробой последнего минимума – подтверждение набора медвежьей позиции на максимум. Еще пример. Формируется новый максимум, отмечаем его. Движение продолжается, небольшое обновление максимума, снова отметим линии. Третий раз обновляется максимум, после чего цена снижается. Если пробиваем минимум, значит на хаях была открыта большая медвежья позиция. Сказать 100% мы не можем, но с большей долей вероятности. Пробой минимума – подтверждение временного разворота цены. Та же логика при развороте нисходящего движения. Цена незначительно обновляет минимумы, значит, предполагаем, идет набор позиций в лонг. Пробой последнего максимума приводит к движению вверх. Будем ли мы от каждой такой фигуры ждать разворота? Нет. Но есть подсказка, которая с большей долей вероятности поможет войти в сильное движение. И сейчас о ней поговорим. Цена растет. Обновляя максимум и минимумы, в какой-то момент график формирует три вершины. Вход на пробой и поддержки очень соблазнительный, потому что сулит хорошую прибыль. Что может значительно усилить формацию? Правильно, если паттерн сформирован на уровне со старшего таймфрейма. В этом случае можно рассчитывать на хорошее движение вниз. А что если паттерн сформирован, а сдерживающего уровня нет? Интересный вопрос. Потому что в таком случае при определенных условиях это говорит о значительном усилении покупателя. Спросите, как так? Давайте посмотрим несколько примеров. Цена формирует первый максимум, после чего идет ниже. Отметим его линии. Движение продолжается. Обновление максимума и уход ниже. Отмечаем максимум. Третий раз обновляем максимум, отмечаем его. Будем ждать разворот, если остановка произошла на уровне со старшего таймфрейма. И если пробьем поддержку. Что делать, если на старшем таймфрейме уровня нет? В этом случае ситуация может привести к продолжению движения вверх. Условия не выполнены. Ждем, что пробой уровня, сформированного тремя вершинами, приведет к продолжению движения. Из этого можем сделать вывод, что в данном примере мы видели набор позиций вверх. И еще один похожий пример. Цена формирует первую вершину, отмечаем ее. Следующий максимум чуть выше, его тоже отмечаем. Сформировался третий хай. Обратите внимание, все максимумы в узком диапазоне. Если уровень сопротивления не исторический, если тренд на старшем таймфрейме восходящий, и если не пробьем поддержку, будем ждать восходящего движения. В данном случае активно работали быки. При входе в сделки всегда соблюдайте правила управления риском. Подходите к торговле ответственно, трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, как используете структуру рынка в своей торговле, подписывайтесь на канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!